Ход истории Вместо страха приходит несоразмерная ни с чем ответственность перед миллионом людей, перед историей. Я понимаю, что такое ядерное оружие. Я знаю, что такое бомба, что такое атомная энергия, что отсюда может быть. Мы говорили о победе в нас, идее демократии, европейской цивилизации. И мы были по-детски открыты миру. Личности, которые вошли в историю, переломив ее ход. Абиловея же поставила именно такую задачу. Поставить точку над последней империей мира. Страшной империей. Кровавой, дикой и неестественной. Нам нужно было как-то совершить вот этот первый этап, когда мы все заявили о желании быть независимыми. Ядерная вержава, которая десятками лет участвовала в кровавом переделе влияния на мировое сообщество, она прекратила свое существование. Это были слова Бурбулиса, когда он спросил, а не подпишетесь ли вы под такой фразой, что СССР как субъект международного права и политическая реальность прекращает свое существование. И я подумал, правильно говорят. Я сказал, я подпишу. Решение, принятое более четверти века назад, определило ход истории. Но сегодняшний день ставит человечество перед новыми вызовами. И опыт личности исторического масштаба может сыграть решающую роль в сотворении будущего. Мы есть люди, которые заявили, исходя из Беловежского соглашения. Мы в Беловеже достигли консенсуса. Ельцин, Шушкевич и Кравчук. Совершенно разные люди. Разные интересы. Разные государства. Разные цели. Мы все были едины. Мы проголосовали все консенсусом. Все решения приняты едино. Я между Балто-Черноморским советом и Беловежской пущей вижу мостик. И мы решили, что надо вот эти государства мобилизовать на достойную взаимопомощь и достойное совместное прогрессивное преобразование. Сегодня перед нами задача солидарной ответственности перед человечеством. Вся платформа нашего центра Балтийско-Черноморского и форума связана именно с этим. Давайте научимся быть мудрыми. Давайте постараемся друг другу помочь жить в диалоге, в доверии, взаимопонимании, взаимной ответственности. Мы просим прислушаться. Мы не декларируем. Мы не насаждаем. Мы не заставляем же, в конце концов. Мы прислушайтесь и поймите. Потому что завтра уже может быть поздно. ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА